Лариса Бузеева Я не верю своим глазам А почему ты не блондинка, а ты не брюнетка? Как ты могла, Лариса? Мне сказали, что новые декорации, ты будешь брюнеткой Но не совсем я буду блондинкой, ты тоже будешь блондинкой Я вообще молчу, я-то даже такую вообще Я первый раз вообще слышу про это, но потом даже... А ты начинаешь меня брюнеткой? Кстати, видела сейчас невесту, вся в красном, как ты, прямо роковуха А кто же за нее пришел бороться-то сегодня? Шоумен со сверхспособностями Сергей, стеснительный клоун Дмитрий Или еще один Сергей с музыкальным талантом Давайте сначала на невесту посмотрим Я не хочу тебе писать, да неужели писем мало? А что хочу? Хочу кровать Одну, чтоб нам ее хватало Хочу рассвета не встречать, нет смысла Я от них устала Хочу кровать, одну кровать И твой кусочек одеяла Меня зовут Ада, и я ищу себе мужа Проходите, дорогая Ада, 31 год После восьми лет брака неожиданно влюбилась в другого мужчину И тут же честно призналась во всем мужу С тех пор купается во внимании мужчины Собрала целую коллекцию из семи помолвочных колец А своего возлюбленного так и не встретила Ада, арт-директор в агентстве по организации праздников Поэтесса, считает себя суперменом в юбке Мечтает спасти мир Гордится тем, что попала в книгу рекордов Гиннесса Ада никогда не полюбит слабохарактерного жадину без чувства юмора Выйдет замуж за щедрого мужчину Который будет ее боготворить И снисходительно относиться к ее выдумкам Какой у вас наряд красивый Спасибо Что, правда, влюбились в другого мужчину и мужу признались? Да А он что? Плакал, отпустил Да что вы говорите, а цветочки для кого? Что, увозишь в логово-то? В круиз по Волге Спокой только в круиз по Волге После этого что? Он плачет, а вы? Ну, он плачет, я ухожу к другому мужчине И так сейчас с другим мужчиной? Нет, я его уже бросила Почему? Он оказался женат Да что вы говорите, какая прелесть Скажите, пожалуйста, а куда же он вас тогда звал? Видимо, он хотел гарем развести Видимо, в ту самую постель, о которой вы в стихах прочитали Да Ну, если он оказался женат, вы бы вернулись к своему мужу и сказали бы Я пошутила, я не полюбила на самом деле никого, я же творческая Опыта жизненного не хватало Так вообще надо было сделать Ничего себе опыта не хватает Он прочитала я Вы не только в постель Перед постелью вы в ванну зовете мужчину Типа помыться, наверное А в ванной у вас фотографии Не, Адышка, я вас хорошо понимаю Это в мои 52, я тоже комплексом Афродита Сейчас это, морочистая У меня не только в ванной У меня везде фотографии снюты висят Не, ну хороша, да, такая грудь у нее Большая душа у нее Две души даже А, да А вы мужа своего хотели проучить? Или чужого мужа, когда вы с каким-то возлюбленным уехали в Архангельск? Что это было за история? Ну вот, нет, чужого уже Ага, и что там? Ну что? Вы говорите, женись на мне, на девушке в красном Ну да, а он? Мура, женись на мне Он говорит, ну, мы вечером с тобой поговорим И вот он все, вечером поговорим, вечером поговорим Вот вы с чемоданом вроде от мужа ушли И к этому не пришли И думали, а махну-ка я в Архангельск с третьим Ну да И улетели? И улетел Какая? А я всегда говорю Один не добежит до свадьбы Двое замучаетесь сравнивать Из трех точно кто-нибудь один добежит И по крайней мере тут в Архангельск И вот вы прилетаете в Архангельск И тут звонок Ну да Нет, он еще ехал к Шереметьево за мной За машиной Ехал, ехал И я взяла трубку уже, когда была в самолете Он услышал турбин Там все уже понятно, что я в самолете улетаю И говорит, что вам? Выходи за меня замуж А вы? Я развожусь, выходи за меня замуж Граждане пассажиры Отключаем все телефоны Мы идем на взлет Кохотушка вообще А ресницы? А брови? Да, накладные ресницы какие-то А челка? Это шапка или челка? Вернулись потом к нему? Ну вернулась Это был такой уже последний виток отношений Он приехал Я сбежала в Екатеринбург к родителям Вот от которого женат? Да, от которого женат Я хотела как-то Ну я поняла, что Во-первых, я узнала, что у него маленький ребенок У него жена Ну это такой, это грех Я очень верующий человек Конечно, скажите, а банкир, которому вы? Банкир, которому я что? Которую машину разукрасили? Да, признались в любви Ну банкир замечательный, кстати Парень Это который был? Это вот из нынешних Из современников Хотели сделать ему приятное? Приятное, до дня рождения у человека Он очень закрытый Рыба по гороскопу И никогда он не какие-то тусовки Может быть, что-то он не особо посещал Ну а так мы занимаемся мероприятиями В принципе, нам не сложно Мы с девочками решили послать граффити И разрисовали все Маше Ну правда ему Молодцы Ну прилично Приличными словами Я люблю тебя Из нынешних любимых написали Вот он смеялся, наверное Да, ему позвонила охрана тут же Как только начали рисовать Там, кстати, люди выбегали Спрашивали, что вы делаете? Зачем вы машину портите? Приятное дело Они понимали, да Вот А ему охрана звонит Говорит, что делает Илья Сергеевич с вашей машиной? Он говорит, пускай Это, говорит, моя любимая Но это ерунда Это только прелюдия Потому что настоящий сюрприз Ждала его в кабинете Когда три клиентки пришли Как говорят в Екатеринбурге Ложи деньги на счет Вот они пришли Зашли три девушки Очень презентабельного вида И одновременно они по команде Значит, расстегивают свои пиджаки И там на груди написано ярко Илья у другой с днем У третьего рождения Оценил? Я думаю, да А женился на какой из них? У которой было написано Илья с днем или рождение? Ну, судя по тому, что вы у нас Он не оценил шутки? Нет Он сделал предложение Если бы он его не сделал Вообще бы ни О каких сюрпризах речь бы не шла Ну, я пока просто думаю Еще все время думаю А, подождите У вас это как бы еще Ну, предложение сделано Не завершившиеся отношения? Не завершившиеся Нет, послушайте Ада собирает помолчные колечки Потому что ей нравится Когда мужчина делает предложение Она им согласия не дает А колечки собирает В овоську В овоську Особенно, если бриллиант не меньше карата То удобно собирать помолчные В полобочке Да, и сколько уже колечек? Семь Ну, я лучшие только брала А остальные просто раздавали бедным Нет Кто хочет колечки? Бедные люди Подходите И вот так вот им В общем, сейла Разумная, добрая, вечная Молодец А вот овоська-то зачем вам? Ну, яблоки здесь Ну, они же испопили машину Молодильные 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 Вот раньше я путешествовала автостопом очень много Тоже разыгрывала народ Но здесь были настоящие яблоки Вот И когда я садилась в машину Общалась с водителем Все очень там Интересно Бывало, разговоритесь И когда он врежется в какой-нибудь стол Вы выходите А у вас полная сетка Полное овоська яблок И вы говорите Молодильные яблочки Молодильные Оттуда рука такая Этого несчастного водителя Нет, а мне спрашивают Что это за яблоки? Я говорю Ну, я всегда с собой ношу Чтобы молодо выглядеть Они говорят Правда? Помогает? Да И я говорю А вы посмотрите на меня Да Патя не вчера разменяла Да Как живая Она позиционирует так Что может некоторых людей Очень оттолкнуть Видимо, на это она и рассчитывает Что Мне кажется Это на самом деле Как-то для 31 года Это как-то перебор А расплачивались Тоже яблоко Да Да Яблоко Книжку еще свою дарила иногда А, чьи книжки? Яблоки Ноги нормально уносила Никто не пытался Нет Почистить лицо Нет Мне всегда Вот очень везет На хороших людей Ну, потому что В принципе Я к миру отношусь подолгала Поэтому вы такая затейница Единственная Вашливая книгу рекордов Гиннесса Что вы до сих пор Живы и здоровы Вот такая фантазерка-то Или по какому-то другому Поводу Что люди добрые У меня Нет, нет, нет Первый раз я вошла вообще В книгу рекордов Гиннесса Потому что у меня была Первая в мире Тематическая свадьба на льду По сказке Снежная королева Это вот была моя вторая свадьба Это до войны еще было В 39-м году Нет Это было в 2000 Это вы первый раз вошли В пятом, по-моему В книгу рекордов Гиннесса Нет, это в книгу рекордов Гиннесса В книгу рекордов А второй раз, вероятно, когда Там зафиксировали количество Гостей умерших на свадьбе В переохлаждении Нет То, что я могу Бесконечно разговаривать С стихами Бесконечно разговаривать С стихами? Ну, это не так интересно Как женихи Скажите, а вот Каче преданного-то у вас что? Свадьбу-то-то Упади ледяную-то Делали За чей счет, кстати? Да, вот, кстати, за наш Мы сами что-то заработали За свой счет, ага А поговорите с Розой стихами Потому что у нее такие Прозаичные вопросы все время Сейчас будут пытаться Про вашу преданное Про все блага Вот она вам проза, а вы стихами Живу уж 31 год Очень мило И две квартиры Машину накопила А справку о здоровье Милая предоставить можешь? Она же сказала Я поэт Зову Сет Светик От меня вам всем приветик Приветик Надо покорить сердца ведущих Осталось дело за малым Чтобы ты покорил Сердце нашей красавицы А затем пришла Девушка в красном За мужчиной Который будет понимать Что за всем вот этим Вот, всем Как Алла Борисовна Пугачева Мой кумир Сказала В меня влюбляются поутру Когда Это что значит? Когда видит и понимает Что я могу Быть не только такой красавицей Казовом красном Да Шарстая Да Нет, это же Алла Борисовна Это же вообще То есть Она хоть поутру Хоть ночью Хоть Когда хоть Это же императрица А вы? Королева Принцесса Хохотушка Во-первых, хороший характер Да? Да Я вас удивлю, наверное Но больше всего на свете Любят Мужчины любят хохотушек Рос Правда? Да, легких, легких Не грузила Поэтому Девчонки А вы какие-то обыкновенные подружки у Ады Да, что-то подкачали Кого советуете? Кто счастливит Адочку? Я думаю, что должен быть такой же добрый человек, как она Креативный Ну, и главное, настоящий мужчина До какой степени? Ну, можно не особенно креативный Креативности на двоих хватит Главное, чтобы он ее поддерживал во всем Чтобы никогда не перечил, не говорил чего-то против Чтобы была поддержка А ничего, что четвертый десяток? Там деток уже как-то хочется Очень хочется Да? Потому что молодильные-то молодильные, но часы-то тикают Ну, во все То есть, в основном, наша поэтесса обычно девушка Просто хохотушка Да Молодец Поэтому и выглядите молод, а не из-за каких-то там яблок Он такая веселая, креативная Позитивная девушка Видно все Яркая Любит красное То есть, без словом в карман не лезет Так-то, я думаю Интересный собеседник Несколько книг прочитала Однозначно Похохотать я тоже люблю Но люблю, в принципе, спать на хорошей кровати К старости уже, знаете, как говорится, косточки уже ломят Ну, вам еще до старости далеко Поэтому Все-таки мужчина должен быть с определенным преданным Пускай даже чувства юмора у него не будет Пусть даже не смеется над вашими шутками Главное, чтобы было что поесть Где поспать Ну и куда дитя, собственно говоря, привезти На что, собственно говоря, купить памперс тот самый Я буду обеспеченного, без чувства юмора Красный цвет, это цвет икры Да, икрометка Икрометка, да Икрометная икрометка Конечно, мужчина должен быть вам подстать Конечно, мужчина должен не просто Именно ваше чувство юмора ценить Он должен обожать вас Даже если ему не будет хотеться Но он должен будет реагировать на все Как вы одеты Как вы читаете стихи Какие вы стихи читаете Как вы шутите Нужен мужчина, который просто будет вас обожать Как только он заберется на вашу территорию И захочет вас переделать Захочет сделать из вас Анечку или Машеньку Не обижайтесь, вы прелестные, прекрасные Вам смерть Вы живы вот этими своими глупостями И какое счастье, что на свете живут разные люди И в том числе такие, как вы Поэтому будем искать мужчину похожего на вас И самое важное, без приданного Потому что приданное бывает у женщины У мужчины приданного не бывает Мы частенько говорим эту фразу, но это не совсем правильно У мужчины может быть капитал, накопление, собственность Но приданное это все-таки то, что придают вместе с невестой На, забери, сбывают родители с рук И вместе придают Не-не, это подхожное, чего? Может быть Но у мужчины все-таки неприданное то, что он накопил Вам важнее, чтобы в этом самом капитале накопленном были действительно чувство юмора Внешность яркая Умение разговаривать И одновременно умение обеспечить вам эмоциональную стабильность Это человек, который не должен вас нервировать Он должен болтать, но при этом не выводить вас из себя Вот сегодня по этим двум критериям, как минимум Будем женихов оценивать После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание Не пропустите В клубничном джеме «Махеев» только цельные спелые ягоды Мои домашние лакомятся им круглый год «Махеев» вкусно каждый день В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Ада Встречайте первого жениха Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Ада, ты прекрасна Покоряя бесценные миры, пространства и времени Я на самом деле прилетел вот на землю, чтобы найти только тебя Будь моей женой Ты мне очень сильно понравилась Можно я просто тебя обниму? Ой, нет, нет, спасибо К нам, к нам, к нам, к нам, молодая Ты очень красивая, очень красивая Я тебя увидел, сразу влюбился Сергей, 32 года Продюсер, шоумен, будущая мировая звезда Гордится личным парком спортивных автомобилей Признается, что обладает сверхспособностями Считает себя идеальным во всем Предупреждает, что может изменить, но только в крайнем случае После рождения сына, жена Сергея начала погуливать А потом и вовсе ушла к олигарху Сергей надеется, что Ада умеет хранить верность Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Ой, помню, помню вас Ну, к сожалению, я давно-давно, вот у меня была любовь Но я ее не нашел Вот, я сейчас думаю, вот, наконец-то, вот я Я нашел ее, потому что она в таком красивом Давайте с самого начала Сереж, был женат? Был, но не совсем Был гражданский брак Ну, на самом деле, хотелось вот настоящей любви Вот это все такое У меня есть и ребенок, у меня есть сын Ему сейчас, ну, три, уже, ну, четыре года уже практически Ну, три-четыре, в общем Да, три-четыре, он уже большой Ну, я раз в неделю просто езжу, навещаю, там все нормально Денег даю, там, вот сколько она просит У меня просто, ну, денег нормально У меня отец олигархи А зачем? Она же и отец олигарх Так она же тоже к олигарху ушла А зачем он здесь? Хотя денег много не бывает, правда, Роза? Да, на самом деле, вот Я каждый день ее водил на велеселительные мероприятия И в большой театр, и по клубам, и все столики, VIP Что-то он какой-то балабол, по-моему А изменял? Ну, в крайнем случае Ну, чуть-чуть, нет Ну, я понимаю, чуть-чуть женат И вот ведь изменял, Сереж, в крайнем случае А она обиделась, не поняла Каждый мужчина, он... Сережа, когда самый крайний раз ты ей изменил? Вот расскажите про эту историю А, ну, однажды я ехал в машине И просто вот девочка стояла, голосовала Я говорю, ну, давай я тебе подвезу просто Она говорит, вот денег нету А девочка красивая Ну, я вот просто ехал, ехал И как раз позвонила моя бывшая А она была такая голодная и тощая Что она прям так раз вам и завалилась на колени Нет, у вас секса не было Секса не было, ничего не было Просто и звонит моя бывшая Ну, вот когда мы вот, из-за чего мы с ней расстались А у нее уже последний стон от голода, да? И рука такая тощая из смерти От голода Сережа, накорми! В это время звонит жена Да, и она такая звонит Говорит, ты где? Я говорю, я за рулем А то девочке как раз кто-то позвонил И она говорит, а что за женские голоса у тебя? Говорит, ты что там, занимаешься чем-то? Нет, я говорю, я еду за рулем А как вы с ней за рулем? Просто одному скучно ехать А я ехал из Питера Хочешь трубку я сейчас дам? Что я ее подобрал? Я ей дал трубку Я говорю, вот просто моя девушка А она такая говорит Я ему там делаю там туда-сюда Я говорю, ты что говоришь? Там сразу, ну, такие эмоции Я ей просто сразу высадил Я говорю, ты ему делаю массаж Потому что едем из Питера Уже пять часов, у него спина затекла Говорит девушке такие вещи Которые ты видишь в первый раз Если ты хочешь ее добиться Я считаю, это... Ничего не получится А я вот услышала, что вы Будущая мировая знаменитость На каком поприще, если не секрет? На самом деле я пишу песни Я сам пою, я сам выступаю Какое счастье! Ребята, вам не нужно будет авторских платить Никому, потому что Ада будет писать, а вы будете петь Вы же хотите стать мировой знаменитостью Ада уже в книге рекордов А у вас родословина ведь хорошая Да, мне очень хорошо А кто у вас это? Олигархи Да ладно У меня предки были дворянами А на самом деле королевских кровей Вот от Николая Первого Все идет оттуда А мама, кто у вас? У меня отец олигарх Он барон А где живет? Он живет сейчас в Лондоне А мама у меня на самом деле Живет во Флориде У нее яхты там, дома, все Понятно А я остался в Москве Я живу в Москве Потому что у меня здесь вот все друзья Вот Данила мой друг Вот Иринка А у вас мама-то балерина бывшая Да, мама у меня балерина В большом театре она танцевала А папа у меня олигарх И рубашка у нее с рынка по-моему Сереж А что сказать, я вам завидую У меня мама простая учительница А отец, может, олигарх Так я об этом не знаю Покажите сюрприз А то я сейчас заплачу От зависти Я сейчас покажу свои сверхспособности Но мне нужна одна минуточка Чтобы вот приготовиться Мужик должен быть Уравновешенный, спокойный И не дергать И, кстати, вот так вот Все только по факту И вот так вот с бровью Пацаны не поймут вообще А вот свадьбу как гулять будете? Вот у них фантазия, как вы думаете? Как Сергей будет ее гулять? Да, ну как Она будет в Майами, он в Лондоне уже понятен Это когда золотую свадьбу А вы как свадьбу свою видите? Адочка Ну, это у меня третий брак Поэтому уже очень скромно Где-то подальше от Москвы С минимальным количеством Красавица-чудовище, например, еще Да хорошая, кстати, сказка Снежная королева была Ой, кстати, мультфильм сочек смотрела Про пиратов и про фею Динь-динь, который называется Ну что, да, знаете, какие мультфильмы интересные Правда Вот давайте вот про Динь-динь Ну нет, все уже серьезно должно быть Я думаю, что это будет мой финальный Это не то, чем я подумала Забег А ты о чем подумала? А ты что, мультфильмы не смотришь, нет? Про Динь-динь? Да Я стесняюсь Тем более сочельной Эх, ты! А, да, жених готов А давайте посмотрим Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Я супермен Я хочу, чтобы ты никогда в себе ничем не отказывала Будь Будь Моей Супер Геоу Полетели со мной Полетели И я буду тебя осыпать Деньгами О, все, пока Больше не возвращайся Держи меня за шею, за шею, за шею За шею Не бойся, я тебя держать не буду Нет, нет, нет Никаких таких Нет Держи Не хочет лететь А я полетел один Эй Вперед Ой, какой Шуму-то наделала Молодец Ну, возьми Возьми, возьми сумочку Вот Ну, возьми просто Это тебе Вот, просто тебе Нормально Хорошо Я вам Это настоящий был Супермен Да Ты отжег, Серега Ты молодец, Серега Так вы совершенно не авантюристка Боже мой Значит, вы можете только соло Не с каждым мужчиной авантюристкой быть Ой, а я думала, что вас это Какая она скучная Вы на самом деле, правда, скучнейшая женщина О, боже, боже, как я ошиблась Я думала, вы улетите А потом прилетите к нам Я, может, другим с кем-нибудь улечу Этот мне не устраивает А вот, кстати, я не знаю, уж полетите, не полетите А я, может быть, даже программ поменяю Знаете, есть такая ваша Жди меня называется А вот сейчас небольшую репетицию сделать Чего на меня так смотрит? Нет, я ожидаю от тебя уже всего Сегодня, Лариса, в этом цвете От тебя я ожидаю уже всего чего угодно Короче, я провела тут свое расследование Сейчас приведу Проходите вон туда, ходите Спасибо Проходите, проходите Ну что, девочки Здрасте Невестошка будущая Прошу любить и жаловать Галина Николаевна В прошлом балерина И жена Мама нашего жениха и жена олигарха О, это моя мама Офигеть Галина Николаевна, мне очень приятно, что вы нашли время и приехали к нам А вы сами откуда? Из Майами Из Чебоксара Сергей, что она у тебя делала из Чебоксара? Скажу честно Не, она в Майами живет За грибами ездила? Стесняется, что, да? Девушка, я посмотрела, очень... Сын стесняется? Нет Почему же? У него друзей и очень мишка Ну, он же развел нас Он же артист А-а-а Понятно У него способности есть Он это учился Спасибо вам большое 12 лет Спасибо Я вообще не знаю, пойдете вы к сыночке Или туда, где вас прятала Роза А вам спасибо А что, пойдемте я вас к сыночке проведу Это к вам гости Мам, давай Здравствуйте Прямо такая, знаете Извращенная сцена Из Мастера и Маргариты И деньги-то у нас с потолка летят И... Роза Тут устраивает разоблачения Всякие выясняет Ну что, что это такое? А чего? Ну и что? Вот пускай сразу Она, может быть, вон губы-то раскатала на эту На Майами-то А Чебоксары? Зачем набрала? Нормально все Ну, это везде Какая хорошая девушка Понравился вам Сергей Дичунки? Конечно Понравился Только не для Адочки Почему? Не любит, кто больше ее выступает? Да потому что Артист на сцене должен быть один А ей надо в первую очередь Честного человека На которого можно положиться Я выступаю так же Я веду мероприятия И он тоже выступает Ну замечательно Домой я приду Я не хочу шоу-мэн дома видеть Она просто еще не знает меня Ты думаешь, что не проявил себя полностью, да? Не проявил Она просто еще Она просто не разглядела Но он такой же провокатор, как и вы Профессиональный провокатор У вас луна Во льве требует к себе внимания Действительно требует Вы выбрали бы себе и другую профессию Которая тоже была бы связана с демонстрацией себя Неважно, на каких принципах строите жизнь У него скорпион Вот эти два знака Лев и скорпион Это великая сила провокации в гороскопе В его случае восходящий скорпион с Венерой Восходящий Ему нравится Раздражать Ему нравится провоцировать Вы чувствуете необходимость быть в центре внимания А он чувствует необходимость вызвать людей на эмоции какие-то Мне кажется, что какая-то пара из этого могла бы быть Он не показался мне глупым и примитивным Это правда образ, который человек играет Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Через несколько минут второй жених придет Знакомиться с нашей невестой Не пропустите В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Ада Встречайте второго жениха Удачи! Привет! Привет! Меня зовут Дима Очень приятно меня Ты неотразима Благодарю И нам приятно Идемте знакомиться Проходите Я смотрю на тебя Не могу оторваться Дмитрий 43 года Клоун Любит сочинять и приукрашивать Признается, что считает себя стеснительным человеком Предупреждает, что один воспитывает двоих детей Жена не смогла смириться с тем, что ее муж уличный комедиант Развела с ним, когда он стал бродяжничать Дмитрий надеется, что Ада сможет принять его образ жизни И понять его тонкую натуру А что же, нас стеснялось то, что вы клоун? Да нет Почему вы расстались? Ну просто я приходил с работы поздно Иногда не приходил Какие-то гастроли Вы что, бродяжничаете? Ну просто, да Работал на улице Нравится выступать На улице выступать и бродяжничать Это на мой взгляд совершенно На улице спать все-таки разные вещи Да, ну как бы по Европе Просто мы так называем Замечательно, я тоже стихи на улицах читаю Ничего страшного По сравнению с первым участником Конечно, прониклась А вы вообще из какой семьи? Ты вот клоунах каких семей рождались? Ну я с бабушкой жил А? С бабушкой жил С бабушкой? Угу Вы, наверное, плохо в школе учились? Да нет, нормально учился Троечник СМЕХ Послушайте, ну причина все-таки развода с женой какая? Ну, все, это, ушел и жил в машине Потом уехал Она вас выгнала Она вас выгнала Потому вы и спали на личных лет Ой, да он стебался больше Да не по приколу было Нет, не стебался Да прямо обхохочешься на личных лет Но когда она уходила на работу Вы приходили, мылись, завтракали И шли опять работать Да, помылся Он может все время, в любой момент пойти, уехать на гастроли и опять жить в машине Тогда что-то ему будет некомфортно Он опять ведет Я вхожу, теперь я буду жить на теплотрассе Дочка сейчас с кем? А дочка старшая с ней, а двое детей, это второго брака Да вы еще? Да, я познакомился с девушкой в Европе Вот, она была балерина Наша? Из наших? Да, она русская была Вот, ну у нее был муж Он был итальянец Ну куда там итальянцы против нашего клоуна? Ну, потом Я привез ее сюда, в Москву Вот, и родилась дочь Потом сын И вот в природах она умерла, когда родила сына Поэтому я двоих воспитываю Больше не бродяжничаете? Ну, поедут со мной Есть квартира? Есть, конечно Да? Так он засыпает везде У вас вообще силы-то есть еще на одну жену? Так, есть, конечно Адочка, как вам, детки? Если полюбить мужчину, смущает? О, нет, вообще Дети никогда не помеха И потом у меня огромный опыт Я вот работаю с детскими домами уже много лет И очень люблю детей Ты выигрываешь эту партию, безусловно Просто она в силу того, что ищет более серьезного человека Может не выбрать тебя Но однозначно ты выигрываешь Я, например, вижу вас в паре А еще мне очень хочется посмотреть на сюрприз А, пойдем готовиться Ну, приятно, что вас не пугают чужие дети Ну, дети чужие не бывают 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 чужие дети Бывают дети противные Из которых понимаешь, что вырастет Бывают дети нелюбимые Бывают любимые Поэтому, если у вас есть вот этот душевный разбег И если есть пространство в сердце Которое может заполнить чужой человечек То я только рада за вас Явно у тебя с головой что-то Вместе с прической Потому что слово человечек терпеть не может Я не могу, да Это я сначала сказала У тебя с головой явно А теперь у меня, да Ты мозги покрасила, Лариса Я, да А что это? Не, ну просто лежала Шучка такая интересная, прикольная Окошка такая Ой, мама Надо было положить тебе куда-нибудь А давай под кого-нибудь из женихов и невест А давайте Тише, тише, тише Нас сейчас не смотрят А давайте сейчас И, кстати, проверим на юмор У нас же будет еще третий жених Так, 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 тогда в прошлом повар Тише, потому что если они сейчас смотрят А они сейчас не смотрят Потому что у нас маленькая пауза Пока жених переодевается, клоун Давай, подлогу Роза, тебе надо по выходным книжки читать А не день-день смотреть Положи, положи жениху будущему Сейчас, подождите Нет, не день-день А я подругая знайка Давай, он сядет, а ты руками Только ты просчитай, будь внимательна Вот давай, да, репетируем Вась, пристань и сядь Курс, с кем я работаю Ой, ничего смешнее, этого, кстати, нет Давай, Роза, репетируем Итак, дай Давай, ты вставай, давай Все, а то сейчас увидят Девчонки, сюрприз готов, давайте посмотрим Не волнуйтесь Все под контролем Руки Все нормально Не боится щекотки А поясменти, блин, вы все Иди на работу, на завод Работай Ну, получится, да Я-ка, лапаши Смерги Тут все вообще Ну, невозможно вообще Держи-ка надо Невозможно, невозможно Ну-ка, держи-ка надо А что, кусочек Давай Это вот, вот они плохо Я делаю вот они. Вот они же вот это. Вот они клубы вообще. Вот это вообще вообще не сомнилось вообще никуда. И вот это вообще ничего не клубы. Не будем, не будем. Молодец. Принцесса, девчонки зашли. Туда ещё? Пошли туда. Да! Вот они и я! Ура! Психопады. Нет, нет. Всё шло хорошо, мне кажется, но что-то это перебор. Держи. Кто это у нас ещё? Вот в центре, аня. Хентер, да. Фейерверк. Аня, аня. Ну всё. Ура! Хлебок всем! Вот так. Пошли. Браво! Браво! Спасибо! Почему вы, Адочка, такая грустная? Да не, не грустная. Вам не было смешно? Вам не было весело? Нет, очень весело, замечательно. Мне кажется, Аде было страшно, так же, как и нашим зрителям. Что сейчас всё это, эх! Девчонки, а как? Классные, вообще классные. Очень-очень впечатляют. Особенно, когда ты вытаскивала из волос, да? Да весело. Ой, как весело. Вот, профессионально развлекали нас. Понравился? Да, очень. Ага, 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 ничего себе. Конечно, мы самое лучшее ещё, 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 всё хотели. Что звёзды подсказывают с Ада? И будет у него счастье? Человек, который в жизни может быть действительно правильным учителем и наставником для своей женщины. Я думаю, что он совершенно другой в личном общении. Он и мягкий, и покладистый, в то же время достаточно выдержанный и способен преподносить правильные уроки. Смотри, всё, говорю, влюбиться в тебя сразу с первого взгляда. Ты как вышел, она всё прямо, это моё, сказала, всё. Встречается третья женщина. Привет, меня зовут Сергей, ты мне очень нравишься. Ты солнышко. Ты? Проходи, пожалуйста. Спасибо. Сергей, 27 лет. В прошлом повар, теперь диджей. Сочиняет матерные частушки, занимается тайским боксом. Мечтает прыгнуть с любимой девушкой с самого высокого небоскрёба. Предупреждает, что считает себя женоненавистником. Чтобы соблазнить девушку, представился знаменитым и богатым музыкантом. А когда осознался в розыгрыше, был тут же отвергнут. Надеется, что Аде ему не придётся брать. Почему вдруг от повара и вдруг частушки? Ну, с поварством это как-то не сложилось. Решил, изначально я занимался трэшем, делал тяжёлую музыку. А в поварство пошёл, как нужны были деньги, чтобы поддерживать своё творчество. Но в итоге... Продаётся? Да, нормально, продаётся. Скажите, Сергей, а почему вы вдруг стали женоненавистником? Да, дело в том, что я как-то раз очень сильно обжёгся. А расскажите. У меня была девушка, но это было давно, мне было лет 18. И я был романтиком, я дарил ей цветы каждый день. Водил её в кино, в кафешке мы сидели, прикольно гуляли вместе. А ей это не нравилось, ей нужен был жёсткий именно мужик. Ну, потому что ей тоже было 18 лет, и хотелось такой движухи. И вот, вы влюбились, и так себе нафантазировали, что ей нужен вот именно такой... И мне подумали, что сказали, типа, Серёга, ты мягкий, Серёга, ты мягкий. И я думаю, что, я вообще разозлился, что за фигня, я тут души вкладываю, тут цветы дарю. Ну и как поётся в той популярной частушке, вы мимо её дома, мимо окон её дома просто не прошли. Мне кажется, Тойда точно не относится к серьёзному типу личности, который ищет Ада. Короче, вот я, это было недавно, я решил прикольнуться над девкой, ну, она мне очень понравилась. Я, короче, она самая провинциальная, но она была не в курсе, что я, ну, такой мошенник. В принципе, ну, такой, ничего себе не представляю, по сути. Вот. И я впарил, что я крутой музыкант, вернулся из Турас, Backstreet Boys. Позвал Стаса Борецкого, ну, ну, иди ты мой кореш. И, типа, это мой, типа, друган, мой охранник. Я говорю, да, толстый, садись. Взял, короче, у брата, у меня брат очень богатый банкир, взял у него инфинити и взял в аренду костюм от Юдашкина на последние деньги. И вот вы таким фраером к ней? Фраер, фраерок пришёл, там, туда-сюда, движуха в клубы, там, водил, тролливали, там, всё. Водил там на это самое, как у нас, где у нас олигархи тусуются. И после того, как она повелась на это, вы ей рассказали, что вы, оказывается, нищеброд. Я просто под... Да, я ваш шар оказался. Я назначился встречу в дешёвом кафе, в итоге, пришёл. А где-то уже с богатым, ты всё равно где встречаться? Да, да, да. Она же поверила, что вы? Сказал, что, извини, вот я просто обычный романтик, который ничего не может тебе подарить, кроме своей любви. Пощипно, фигак выглазу. Не-не, подарил ей розу, и она кинула её в лицо. А она не сказала, куда вам лучше вставить эту розу, нет? Чтобы быстрее бежала, если ты, нет? Они отторнуты. Что номер ван, что номер ван, что номер три. Потом, с горя, пошёл, пошёл в супермаркет здоровый, у нас, это, как он, ну, гипермаркет. Там продавщица работала, торговала бельём, подкатил к ней. Ну, фигак, она встречала с охранником, у них была любовь. Такой охранник в остроносных туфлях замышевых. Да, да, да. Вот. И я увёл его охранника, где я и где охранник. Я получаю 15 тысяч рублей в месяц. Нет, а кого вы там пенделем-то из магазина? А, ну, потом мы с ней поссорились, короче. И я что-то пришёл к ней, она говорит, всё, пошёл вон, я ухожу. Я говорю, ну, уходи. Она отбернулась, я бах, я поняла, под этот самопазм. Она, о, пролетела вперёд. Я говорю, охрана! И охрана набежала, а я по лестнице вниз. Ага. И ещё её... Она говорит, Сергей, со мной такого никто ещё не делал. Я тебя люблю. Ага, вот как. Какой красавец. А ну-ка встаньте в полный рост, посмотри на вас. Супер. Тайский бокс, вон, видно, тайский бокс. Садись. Да, молодец. Серёж, а вот если они все соберутся, эти, как вы говорите, девки, и по кругу вас пустят. Так они усядут, что меня увидят, и по щам надают точно. Пиндалями. И легче это будет просто самое безобидное ваше... Ну, сказать, не нравится. Правда? Они всего лишь пешки. А правда вы можете девушку бросить только потому, что у неё педикюра нет? Да. А адаптированные есть частушки для первого канала? Есть. Я подготовил номер. Сюрприз. А, давайте посмотрим на сюрприз. Не, она всё сразу ватаргон. Полный игнор. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, Серёга. Частушки от Зуробяна и подружки. Опа! Давай! Я к тебе приехал, На давай поженимся. Если надо, и приеду, На давай побреемся. Опа! АПЛОДИСМЕНТЫ Если выберешь меня, То как птица запоёшь. Если не выберешь меня, Я узнаю, где живёшь. Опа! Спасибо, спасибо. Вот такая поэзия, да? Частушки. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, проходите. Скоро узнаете, Кого Ада выбрала. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательный жених. Как вам кажется? Не замечательный. Я думаю, и хорошо, Что поваром не стал, Потому что перетравил бы всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот человек просто выбирает свой путь. Вот выбрал он себе вот такой. А мы говорим, Нет, на самом деле он такой трепетный, Он такой чуткий, Он тонкий, Он образованный. Просто мы не поняли. Это его маска. Да ну нет, Но он, мне кажется, Такой и есть человек. Ну, это же очевидно, Что это не так. Очевидно, что это маска. Ну да. Это маска. Не, ну вы не пройдете. У него критерии, Они даже должны быть... У меня есть педикюр. Да, но зато... А что, что про педикюр? Вот должен быть педикюр. Прочитай. И пальцы красивые у вас. Ну покажите пальцы свои на ногах. Нет, нет, прочитай нам. Ну сейчас, что она... Он, значит, может бросить девушку, Если у нее нет педикюра. Есть. И если некрасивые пальцы на ногах. Ну если он по пальцам выбирает, А не по вашей душевному... И откуда у него такие Изысканные потребности вдруг? Он, наверное, работал в салоне. Он, наверное, где-то это услышал. Вы знаешь, не по той дороге идешь, Юноша, хочется сказать. Так уже не юноша, 27 лет. Ну дерзость чаще всего Простекает от бессилия. У него очень много огненных планет. И по-хорошему, Такие люди редко бывают бессильными. Но здесь вот эта агрессивность И одновременно, Не знаю, ипотажная. Он говорил о какой-то... Преподношение себя обществу. Даже если это фантазии были По отношению к женщинам, То фантазия, которая работает, Что я ее пинками, я ее... Это какой-то ужас. Именно. Даже если это образ, То и образ придуманный, О человеке очень много говорит. Он же не придумал себе образ поймальчика. Или наоборот, Человека, который, я не знаю, Одержим какими-то иными идеями. Вот мы надержим этими идеями, И образ соответствует тоже. Ну что можно сказать? Опа! Опа! Все, видишь? Василисе, ты понравился. Ну вот, зато у меня собака есть. После рекламы мы узнаем, В какую дверь постучится наша невеста. Не пропустите. Ну что, девчонки, мы видели троих женихов. Определились с выбором. Кого посоветовали? Дмитрий. Однозначно. Очень добрый, хороший человек. Спокойный. Уже с детьми он знает, Что такое семья, Как ее ценить. Спасибо. Что вы скажете? Лучше всего первый. Активный он. Незаметный. Мусорить не будет. Так ты выйдешь или нет, не ясно? Нет, не выйду. Не выйдешь? Почему? Ну, мам, я же супермен. Мне нужна супергел. Мне тоже кажется, что Дмитрий, Он очень достойно себя вел, Он очень достойно показал себя на сцене. Вот и все. Поэтому вы друг к другу будете понятны. И мне кажется, у вас еще могут быть Много-много радостных лет. Знаешь, дорогая, Самый короткий путь Для завоевания мужчины Это жалость. Дмитрий Вот имеет смысл Сейчас именно пожалеть, Потому что маленькие дети. И это самый короткий путь Для того, чтобы рядом был Такой потрясающий мужчина. Когда, если бы он был бы В хорошем состоянии, Я имею в виду, что Все у него было бы хорошо, Вряд ли вы бы произвели впечатление. Сейчас самое время. Ты уже избранная, Если уже нет. Ну, она меня не выделит. Ну, как не выделит? Выберет. На занятиях в Академии астрологии Нам предлагали Иногда в шуточном варианте Рассматривать потенциально возможные Гороскопы Колобка Или Кощея Бессмертного. Я уже тогда считала, Что это бред полный. Ну, то есть представить, Как мог бы выглядеть, например, Гороскоп Колобка И с его кончиной В пасти лесы. Я считала, что это бред полный И тогда я отказывался Таких случаев. Сегодня я не могу Ни одного из Сергеев, Ни первого, ни второго Как-то оценить, Потому что они оба Оказались такими колобками. Я предпочитаю рассматривать Гороскопы все-таки людей реальных. Поэтому, Дмитрий. Спасибо. У вас есть Несколько шагов. И за это время Вы должны еще раз подумать внимательно, Стоит заходить в одну из комнат Или нет. Мы вас поддержим В любом случае. Пожалуйста. Спасибо. Наши будущие герои Ждут ваших откликов. Отправляйте СМС С их номером по телефону 4151. Макс, 38 лет, Номер 3058. Бизнесмен. Имеет ювелирный бизнес И руководит Тренинговым центром. Изучает психологию И проводит время За дегустацией дорогих фильмов. Мечтает встретить Стройную, высокую девушку Со светлыми глазами, Чувством юмора И комфортной аурой. Марина, 28 лет, Номер 3059. Владелица интернет-магазина. Занимается Бальными и спортивными танцами. Любит путешествовать Со своими друзьями И мечтает увидеть Весь мир. Знакомится с общительным Мужчиной, Который любит детей. Мы не знаем, Выйдет Ада одна Или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...